Да, у нас с вами большое событие, по крайней мере, у нас в школе точно, но я думаю, что если вы нас смотрите, то тоже, поскольку вы интересуетесь тем, что у нас происходит, и, скорее всего, даже учитесь у нас. Сейчас все подробнее расскажу. Вопросы можете задать в конце. Буду, конечно же, рассказывать что-то, если вдруг будет возникать, то задавайте прямо сразу. А так, какие-то такие концептуальные вопросы, скорее всего, я их раскрою, потому что у меня вот с собой достаточно большой такой список вопросов, которые нам уже задали. Я постараюсь на все вопросы эти ответить. Сначала расскажу о себе, и поэтому я открою страничку, на которой все действие у нас и происходит на данный момент. Это у нас страница, которую мы сделали, моя, с информацией обо мне. И внизу там тоже можно будет все сразу увидеть и на канал, ссылку, и на платформу, и форму оплаты. Сейчас я буду смотреть. Вы мне пишите. Вот видите, сейчас я должна была вам показать сайт. Все, я думаю, что вы видите сайт. Привет. Расскажу пока о себе, если вдруг кто-то не знает. Меня зовут Ли Юлия. Я преподаватель французского языка. Я преподаю достаточно давно. Уже в первый раз я вообще начала преподавать, когда я была в школе. Меня попросили учить французского языка, чтобы я ему помогла с детками, у которых что-то не получалось, которые были совсем маленькими, то есть им было лет 10. Мне было тогда 15 лет, и я вот тогда начала преподавать, и мне очень понравилось. В общем, с того времени, уже много-много лет, больше половины моей жизни, я преподаю, в принципе, не заканчивала никогда. Расскажу об образовании. Тут главные вехи такие интересные, которые мне кажутся интересными, и которые связаны с преподаванием или с французским языком, или с языками вообще, потому что я училась многим вещам. То есть у меня было два года международного права на французском, один год литературы, тоже на французском. Много, в общем, всего. Это только то, что касается именно того, что вам будет интересно в контексте обучения со мной на платформе. И не только со мной, кстати, но об этом позже. У меня есть квалификация преподавателя русского как иностранного языка. Это вот видите, первое стоит, это русский как иностранный язык. То есть это тоже определенная методика. Далее экзамены языковые C1, C2, DELF, DELF. Оба DELF, не DELF, а оба DELF, потому что это диплом de la langue française approfondie. Я вижу, что вы тут появляетесь, да? Approfondie – это значит, что вы были на знании языка. Если вы дипломы еще не разбираетесь, то у нас есть шесть уровней именно по французскому языку. А1, А2 – это начальный уровень, B1, B2 – это средний. Вот C1, C2 – это уровни, которые самыми высокими считаются. У меня эти два диплома есть. Училась я в UFM de Caen. Это Institut Universitaire de Formation de Maître. Это педагогический вуз, где готовят преподаватели во Франции не только языковых, это разные преподаватели. Они учатся там методики, а потом уже свою специальность выбирают тот предмет, который мне нравится. То есть со мной рядом учились и преподаватели истории, и преподаватели географии и так далее. Вот. И там же я учила французский язык еще дополнительно. Но уже на филологическом факультете со мной были французы, которые тоже учили французский. В 12-м году я закончила вуз МПГУ – это Московский педагогический государственный университет. У меня специальность – учитель, который работает в школе с детьми французского и немецкого языков. Дальше я пошла учиться. Вот это Кембриджский экзамен TKT – это Teaching Knowledge Test. Там было три модуля, то есть как вести себя в классе со студентами, как организовывать процессы, в общем, о языке. И в 15-м году я закончила МГУ. Там специальность уже была преподаватель высшей школы. То есть это тот человек, который может уже работать в вузе и имеет на это право, в принципе. Я думаю, что у нас в вузах можно и без этого диплома работать. Но я его получила. Было очень интересно. И последний вот экзамен, когда я закончила учиться официально, это вот DALF C2. Я сдала в 16-м году в Москве. И здесь есть несколько дипломов, те, которые горизонтальные, потому что вертикальные сюда. Они, в общем, обрезались. Вот этот диплом можно посмотреть. Дальше. Если кто-то не знает меня, как я говорю, в французском, можно посмотреть лекцию. Думаю, что, в принципе, даже если вы не знаете, будет понятно более-менее, как я говорю. Я достаточно хорошо говорю. Живу во Франции, и, в принципе, у меня не особенный акцент. Некоторые даже не замечают его. И так как я много училась и читала, я говорю очень правильно и корректно. И плюс еще хорошо объясняю. Но это вы можете посмотреть уже в видео. Профессиональные достижения — это то, что на 17-м году с помощью моих коллег и знакомых была основана школа французского языка, которая в этом году будет отмечать свое восьмилетие. В прошлом году тоже с помощью многих-многих людей мы побили рекорд России. Самый массовый урок иностранного языка в России, именно иностранного, не французского. У нас была такая идея, что мы эту категорию, номинацию сделаем пошире, чтобы больших людей с нами могло соревноваться и скорее бы нас побило. Но мы все еще ждем, чтобы кто-то нас побьет. Созданы несколько курсов разных. Лексикум и грамматикум — это достаточно интересный такой опыт. И много-много материалов я беру оттуда, чтобы создавать какие-то новые вещи. Онлайн-уроками я занимаюсь уже около трех лет. Много было онлайн-курсов. И, в принципе, мы все это и собрали на платформе, про которую я позже вам расскажу. Жду пока. Онлайн-учебники тоже у нас есть. Сезоны в парке Горького. Можете посмотреть фотографии. Много видео, многое. Это когда мы собирались прямо действительно в парке. Там было очень много людей. Иногда собиралось более 500 человек, которые вместе учились, очень хорошо занимались, ходили к нами все лето. Плюс читаю лекции. Читала в последний раз в прошлом году, правда. Это и в некоторых вузах педагогических по России, не только в Москве. На ГИК-пикнике выступали. Сколково Jazz and Science и Begin Group, и еще студенческая ассоциация. Мы выступали, я выступала в Вышке. Что тут еще интересно? Можно почитать много-много отзывов разных. Здесь их можно вот так вот полистать. Хотя вообще они есть и в Гугле, и на нашем сайте, и в Яндексе, и в Фейсбуке. Цели. Цели этой платформы и вообще того, что я делаю, в принципе, платформа это выражает, то, что мы очень хотим, чтобы образование стало доступным, качественное образование как можно большему количеству людей. Мы делаем действительно очень качественный материал, хорошо объясняю. В принципе, открыто к любым предложениям. Если кому-то чего-то не хватает, какого-то материала, мы всегда готовы сделать и дополнительные видео, и дополнительные упражнения. То есть, если кто-то хочет учиться, мы всегда дадим эту возможность. И мне также нравится идея того, чтобы помогать учителям разным, преподавателям не только французского языка, а вообще становиться более уверенным в себе, строить красивые, складные, эффективные уроки. И тоже я в этом развиваюсь. То есть, постоянно какие-то лекции читаю. Это тоже можно посмотреть. Эта лекция, которая была выше, она на французском, но она для преподавателей. Вот. Про платформу сейчас расскажу чуть подробнее позже. Сейчас у нас уже собралось больше людей. Так что показываю вам саму платформу. Это платформа так, как она выглядит у учеников. Скажите, пожалуйста. Если вот видите, можете плюсики ставить, чтобы я тоже осознавала, что вы смотрите и точно такую же информацию получаете, что я, в принципе, именно на экране. Так вот, смотрите. Здесь у нас блок с тренингами. Они тренинги называются, но сейчас я объясню вам, что где. Это первый, это общий французский. Тут написано разные уровни. А один плюс, это один курс, но он такой объемный, что там до А1 плюс он доводит. Дальше. А2, А2 плюс. Б1, 1. Тут полкурса пока. Второй я не сделала. Вот в этом году только закончила. Но в планах у меня есть. Дальше. Спецкурсы. Это чтение, подготовка к экзаменам, фонетика, перевод. Есть марафоны. Марафоны у нас сейчас функционируют, которые уже, это предлоги и субжунктив, тут его нет. А еще также другие будут марафоны, которые мы сейчас разрабатываем по пассе, композе, по предлогам и другие. Дальше информация. Плюс это значит что-то, что не конкретно с языком, а такое вот экстра-лингвистическое. Например, вы, наверное, видели наше, если с нами хотя бы месяца-полтора уже сотрудничаете, как вы смотрите на нашу страницу, то вы уже видели, что у нас есть такие прямые эфиры по новостям, или, например, недавно я делала по видео 1 плюс 1. Вот разные, в общем, интервью какие-то с друзьями. Я, например, с французами с вами общаюсь, тоже мы это записываем. Какие-то вопросы вы задаете. В общем, вот это в этом блоке. И здесь справа у вас есть прямые эфиры. По подписке в прямые эфиры тоже есть доступ. За 5 минут приходит рассылка с ссылкой на то, куда вообще идти и смотреть, где этот прямой эфир. Они все равно будут сохранены, но если вы вдруг хотите поучаствовать, задать вопросы, вот точно так же, как я сейчас с вами коммуницирую, в принципе, можете мне вопросы писать в чате, я увижу их. То есть вот если хотите, то это прямой эфир. Вот все даты и времена, даты и время написаны. И смотрите, тут уровни тоже. Вот, например, желтым цветом это начальный уровень, голубой это А2, Б1 вот такой оранжевый и Б2 уже посильнее уровень, Б2 плюс это фиолетовый. Тут, смотрите, тоже есть обозначение, что в этом, во время этого урока будет, над чем работать. Например, над фонетикой, какие-то экстрелингвистические факторы, чтение и грамматика. А здесь, например, грамматикум, там только будет грамматика. Вот, у нас будет шесть мероприятий, но шесть мероприятий только в июле, поскольку у нас очень много материалов уже накопилось. И мы их на платформу все размещаем. И плюс еще новые какие-то материалы, упражнения делаем, например, или какие-то такие вот таблицы. То есть вот мы пока в большей части работаем с тем, что у нас уже есть, и потихоньку будем загружать. То есть в августе уже будет больше мероприятий, а в сентябре еще больше. Так вот, давайте посмотрим. Думаю, что всех больше всего интересует вот этот курс, который общий французский. А1, А2, потому что раньше мы прям только А1 продавали на год, и вот люди только им занимались. Давайте посмотрим, что это такое. Вот мы с вами переходим. И смотрите, вот у нас есть все вот эти циклы. Причем, смотрите, вот у нас есть был недавно французский в парке Горького. Запуск в июле, и вот тут тоже французский для подростков. Мы его тоже сюда, и вот этот курс, мы их тоже сюда разместим. Сейчас они пока не кликабельны. Что будет? Чем они отличаются от того, что есть в Ютьюбе? Во-первых, здесь будет больше дополнительного материала. Будут упражнения, будут рассылки, и они будут организованы все. То есть по порядку, с заданиями. К новому уроку нельзя будет перейти, пока вы не сделаете вот следующее. Давайте посмотрим уровень А1. Когда вы открываете его, вот такие вот у нас блоки. Смотрите, тут только один. Первая часть, А1, 1. На самом деле их 24. Тут я вам сейчас покажу свою учетную запись. То есть пока я показываю вам учетную запись такой, какая она была бы ученика у вас. То есть вот смотрите, тут общие данные какие-то. И я кликаю, вы начинаете работу. Вам, пока вы не выполните вот этот первый урок, не будут доступны другие. Это очень важно понимать, потому что у нас часто спрашивают, а можно ли я посмотрю какие-то, например, уроки, которые меня интересуют, и только их. К сожалению, вот в общем французском такого сделать нельзя. С другой стороны, если вы так уверены в себе, и вы так быстро все-все-все понимаете, и вы уже, в принципе, владеете уровнем, вас останавливают только тесты. Проходите все эти тесты быстро, и вам будут открываться эти уровни. Ну, если вы действительно все знаете. Если вы тесты сделать не можете, значит, будет полезно посмотреть, что там есть. Давайте откроем. Видите, тут А1.1 блок, части 1.3. Открываем. И первая часть только открыта. Вторая опять же не открыта. Смотрим эту первую часть. И тут она разделена на маленькие моменты. Те, кто у нас учился давно, у них был один длинный урок. А потом мы решили, чтобы не демотивировать, а разделить их на маленькие такие моменты. Так вот, вот это вводное занятие, оно такое достаточно... Оно не языковое, просто о том, как работать с курсом и так далее. То есть, в принципе, вот вы уже сейчас все это понимаете, потому что я вам рассказываю, я не буду на нем останавливать внимание. Дальше у вас есть базовое видео. Это то видео, когда у меня были вебинары с настоящими людьми, которые сидели перед своими компьютерами, я с ними общалась. И вот такое видео у нас есть. То есть, там различные объяснения, упражнения, коммуникации и так далее. Предварительно к уроку вы еще скачиваете материал, который здесь в PDF. Вот он вот так вот оформлен. Там разные бывают. Например, слова с переводом. Но на какой-то момент уже вам придется самим переводить все, потому что мы сделали только вот французские слова, которые являются ключевыми для этого урока, а уже перевод в них с часами. Я для этого рекомендую вам пользоваться мультитраном. Можете, например, это нам показалось, что эти слова интересные. В уроке, может быть, их было больше, так что вы можете сюда дописать что-то. Так вот, есть такие, например, словарные листы. Это, например, тоже с упражнениями какими-то. Так как в первом уроке я учу читать вот такие вот таблицы, письмо, какие-то сочетания. То есть это все нужно вам распечатать и приготовить к уроку. Можно на другом, например, носителе тоже этим пользоваться. И плюс тексты. У каждого вообще косок, каждый вот это вот А1-1 на три части, есть вот эти части, есть текст. И этот текст очень важен для нас, потому что там ключевая лексика и ключевая грамматика. Вот, смотрите. То есть вот я первый урок показала вам, вот этот базовый, и вам нужно сделать тест, чтобы перейти к следующему уроку. Сейчас мы его делать не будем, я вам сейчас покажу сразу, что там у нас спрятывается. Вот, базовый текст. Посмотрите, пожалуйста. Он у нас выглядит вот так. Причем вот в этой, в этом первом уроке, в этой первой части, у вас просто вот этот текст написан, я еще в видео его читаю, про него рассказываю. Дальше у вас здесь есть в этой части аудио, вы можете их послушать. По слогам, очень медленно, средний ритм и так далее. И потом можете написать свой комментарий, получилось или нет. Здесь же, когда вы откроете, потом сделаете первую часть и этот текст, во второй части будет этот же текст, но там нужно будет заполнить пробелы. А в третьей части вот этой вот А1-1 нужно будет прочитать этот текст и отправить нам аудиозапись. И когда вы отправите аудиозапись, вам будет дан доступ к следующему уроку. Валя! То есть это вот так 1-1. Я вам потом покажу больше упражнений, когда у меня будет учетная запись, которая именно моя, там больше прав. Фонетика, то есть там видео по фонетике, дополнительная информация, правила чтения. То есть это все разделено на маленькие кусочки. Тоже вот это мой урок отдельный, который мы проводили в парке Горького. Здесь я учу алфавиту, а здесь правила чтения, то есть дополнительные видео ко всему. Дальше что у нас еще есть? Бонусом. Я вот, например, про что-то рассказывала. Я в первом видео рассказывала о том, что у Франции есть много диалектов, чтобы люди себя не очень так корили, что у них пока не получается, некрасиво. Говорила о том, что, в принципе, во Францию вы приедете и можете услышать очень разный вариант того, как говорят по-французски. И не пугайтесь. Конечно же, нам всех хотелось бы говорить по-французски, по-фоспарическим акцентам. Мы к этому будем стремиться и упражнения все на это выполнять, но не будем удивляться тому, что люди говорят по-другому. Вот. Показала вам первую часть уровня А1, так как это видит ученик, вы, когда придете на платформу. Давайте посмотрим А2. Тут у нас будет А2. Тут уже сложнее занять задание. Смотрите, то есть у нас было А1, А1+. И вот А2, А2+, я делала, в принципе, для тех, кто со мной когда-то учился на А1 и перешел на А2. То есть если вы, у вас слабенький такой уровень А2, и вы вдруг придете вот сюда, вам, скорее всего, будет очень сложно. И многие говорят, и можете даже подтвердить, если вдруг кто-то из таких людей нас слушает, что многие покупали А2, а потом просились, можно ли я поменяю оплату на А1. И, в принципе, в этом случае подписка как раз таки и интересно, что вы купили один уровень, то есть, в принципе, купили подписку, и вы можете от уровня к уровню изменять. То есть вот, показалось ли вам легко или сложно, значит, это не ваш уровень, вы идете сюда, где вам комфортнее. Вот. Точно так же здесь, опять же, в первом видео я объясняю, как, что, но тут я уже говорю большую часть на французском. Базовое видео. И смотрите, тут есть грамматика, что не было вот на первом уроке там, потому что там грамматики еще особенно не было на первом уроке. Отдельное видео по savoir и connaître, и дальше идут онлайн-упражнения. То есть вот онлайн-упражнения, которые вы выполняете по-разному. В основном, кстати, обратите внимание, что мы тут уже ориентировались на французскую клавиатуру. У нас вчера видео появилось о том, как эту французскую клавиатуру себе установить. Так вот, здесь все ответы должны вы писать «counethe» или вот тут «counethe». Дальше чуть пониже «counethe» выбирать. Из того следует контекста, какой глагол нам больше подходит. Но смотрите, здесь это все объяснено. И причем еще в видео базовом я тоже про это говорила, и там были упражнения. То есть вот этот блок, он для закрепления. Дальше я сделала видео отдельно по цивуах и по пывуах, потому что их часто тоже путают, именно ориентируясь на русский язык. И тоже упражнения. И в каждом вот этом маленьком блоке есть дополнительная вот такая часть с грамматикой, с испоряжениями, которые вы можете выполнить и должны, в принципе, выполнить, чтобы все у вас закрепилось. Дальше есть упражнения «транскрипцию». Не везде. Они вообще очень сложные показались. Я сначала их много поставила, а потом мне сказали, что они демотивируют. Потому что эти все транскрипции я натурально записала с теми людьми, с которыми я общаюсь, или кто-то мне звонил, или кто-то мне что-то рассказывал. То есть они были неадаптированы. Но я, в принципе, старалась как-то объяснить, подготовить учеников. Но это достаточно сложно было. Так что какие полегче, я здесь оставила. И я думаю, что я еще какие-нибудь беру, буду добавлять материал, которые тоже будут легкими, и сюда помещу. Так вот, слушайте и отвечайте на тест. То есть вот они у нас. Когда сообщение было оставлено. И там будет определенный вариант ответов. Вам нужно будет выбрать. И бонусом. У нас тема на А2 уже более сложная. И вот смотрите, бонусом идет, но я не могу пока кликнуть, потому что я не прошла этот урок. Тут будет о безработице говорится. Маленькое такое видео. Достаточно простое. Там медленно говорят. Можно будет посмотреть. Это у нас был уровень А2. Б1. Сейчас посмотрим. Б1. Тут всего лишь 12 циклов. И видео. Тут у нас интересно, что? Что у нас, кроме всего прочего, сейчас нет у меня доступа. У нас здесь много различных статей, много различных видео, таких вот действительно уже неадаптированных. И по ним различные тоже тесты. И много-много здесь уже нужно писать. То есть искать что-то в интернете, составлять свои тексты. То есть B1 – это очень сложный уровень. И бонус. Теперь посмотрим, пока у меня это учетная запись ученика, посмотрим, какие у нас есть спецкурсы. Спецкурсы у нас фонетика. Вы, наверное, уже слышали. Там 100 уроков различных. Начинается от транскрипции согласных, гласных и так далее. Потом долгота. Ну, то есть вот абсолютно каждую деталь мы тут просмотрели. Артикуляция, пауза, ударение. И потом идут звуки. А в конце, вторая часть уже этого тренинга, там вообще тут есть стихи, очень много стихов. В каждой практической уроке есть стихи, есть разговорки, и еще есть видео на восприятие. А в конце много. Прямо основная часть – это стихотворения, которые прямо до каждого слова разбираются. То есть подразумевается уже люди, делали это, что это уровень университета будет. Потому что я взяла несколько книг как раз-таки университетских и составляла по этим книгам вот этот курс. Причем, разумеется, фразы и все упражнения я делала свои. Ну, то есть вот принцип я брала и интегрировала, чтобы вам было удобно. Разумеется, не как в ВУЗе спрашиваете и все транскрипции вы делаете, но на слух первые занятия мы посмотрели транскрипцию, а потом уже вы должны будете нам начитывать. И там в заданиях… Сейчас посмотрим. Нет, здесь не видно, потому что я не могу пройти. В заданиях там написано «Пришлите нам аудио». Ну, присылайте нам аудио, как вы это не читали. И упражнения, и стихотворения, и тексты. Дальше что у нас есть? Дельф, Дальф. Тут пока у нас мало уроков. По пять. Общая информация по экзамену, устная часть, аудио, то есть аудирование, дальше чтение и письмо. И точно так же по Б1. Тут мало уроков, но они будут также добавляться. Что у нас есть? Марафоны. Про марафоны мы с вами… Вы уже слышали про марафоны. Видите, вот эти два марафона у нас запустятся в августе. Эти два марафона у нас функционируют. Что хочется сказать про марафоны? Марафоны у нас будут запускаться каждое первое число и каждое пятнадцатое число месяца. И нужно успеть их сделать за 15 дней. То есть если вы не успеваетесь… Вот вы начали и не успели, можете с 15-го числа, например, заново начать этот марафон, но всё, что вы до этого сделали, всё это удалится. Вот этот марафон. Давайте посмотрим сначала марафон по глаголам. Видите, тут вот, например, расписание. Завтра в 12.00 он у нас откроется. Общая теория о том, сколько глаголов, сколько групп, сколько сложных глаголов, почему так вообще получилось, и дальше тест. Этот тест вы делаете и переходите к следующему уроку. И тут, смотрите, как раз-таки глаголы «маржи» с особенностями там есть. Даже если глаголы первой группы, там есть определенные особенности. Глаголы, например, там есть как «апле» или «седе», там, где у нас удваивается или появляется «аксанграф». Также рассказываю здесь про закрытые, открытые «э», которые у нас отражают то, как произносится. То есть, и можно, в принципе, понять, где какой звук ставится. Глаголы с «у», немножко глаголов третьей группы, глаголов второй группы и возвратные глаголы. То есть, такой небольшой марафон, который можно делать, если делать каждый день, за 13 дней, а так вам дается 15. Но некоторые у нас вообще заканчивали за, я думаю, за сколько-то, за дня 4-5 заканчивали люди марафона. То есть, делали каждый день, отзывы были очень хорошие. Марафон по субджонктиву, новый марафон, который еще никто не видел, завтра в 12 часов его можно начать делать. Сначала, тут 9 уроков, тут 9 уроков, и у нас сначала общая информация по субджонктиву, документ, который нужно скачать, тут уже есть вся теория. Вот так этот документ выглядит. Ну, плюс еще в видео я рассказываю обо всем. То есть, вы с этим документом лишний раз какие-то свои пометки делаете. Видите, он такой достаточно объемный. Это прямо по всем этим 9 видео. И, в общем, вы смотрите это видео, дальше выполняете упражнение, и чтобы перейти к следующему уроку, вы делаете тест. Итак, таких видео 9. То есть, начиная от самого элементарного глагола в первой группе и второй группы, которые регулярные. Дальше третья группа регулярные глаголы, потом глаголы, у которых две основы споряжения, потом глаголы исключения, потом управление и так далее. То есть, вот видите, сколько субджонктива. И я думаю, что вот я все показала вам. Если какие-то вопросы есть, я сейчас буду показывать то, что у нас есть с точки зрения администратора. То есть, это уже будет менее красиво. То есть, я буду видеть теперь все, у меня ничего не будет закрыто. Но думаю, что по интерфейсу несложно. Давайте посмотрим. Сейчас увижу я. Скажите, пожалуйста, если понятно, чтобы я вот не перелистовала лишний раз. Не возвращалась. Вижу, что плюсики. Хорошо. Открываем тогда. Вот так. Это уже мое. Да, вы видите, уже мое. Сейчас тоже буду смотреть. Видите или не видите. В принципе, очень похоже на то, что было у вас, только с той лишь разницей, что у меня будет много-много всего. Открыто вам. И я, например, возьму цикл А2. Цикл А2 возьму. Видите, как он выглядит? Вот тут прям много-много различных уроков. Вы этого ничего не видели. Да, там уже ниже пошло. То, что вы не видите тоже. Посмотрите. Откроем. Вот как раз-таки субжунктив. Вот урок субжунктив. Видите, тема тут прописана. И там мы советуем вам пройти марафон по субжунктиву после того, как вы все пройдете. И давайте откроем что-нибудь. Вот так откроем. Тут две части у нас. Открываем. Видите, все у меня открыто. Видео базовое, грамматика. Такая картинка небольшая. Отдельное видео по теории. Документ. Упражнение. То есть это дополнительно к материалу урока, который сейчас идет. Отдельное спряжение глагола «suter», чтобы вы хорошо произносили и так далее. И «information». Это я рассказывала про «Hercule Poirot» серии. И мы смотрели текст про убийство в «Express» вот этом. «Orient Express». И я дала небольшую серию, ссылку и рассказала о том, что в принципе эти серии можно найти на французском, и почему нет, смотреть. Разные серии, кстати, даю абсолютно. Чтобы, ну, если у кого-то интересы есть определенные, например, детективы или какие-то комедии, разные смешные фильмы, грустные, я все это даю по ссылкам. Документальные фильмы. То есть каждому будет интересно. Вопрос. Вот это пока мы не планируем. Очень много того, что прямо уже сейчас в процессе идет. И этого нам, наверное, хватит на год. Потому что с «Дельфом Дальфом» уже много задач. Поэтому мы не будем это делать. А два еще. Пассив 57. Тут уже три части у нас. Уроки. Каких у нас не было. Вот текста не было у нас. Текст. Как раз-таки это вторая часть, где нужно вставить... Смотрите, мы этот текст первой части учили в цикле. И теперь во второй части нужно вспомнить, что было где. Например, «Бонжур», «А». И нужно догадаться... «Атус», наверное. Кликнуть сюда и кликнуть на этот пробел. Дальше. «Аква пансе-ву?» И тоже нужно кликнуть и сюда. И то есть вот это первый вариант, где много, немного точнее пробелов, особенно учитывая то, что этот текст должен быть выучен. Во втором варианте уже пробелов больше. Вот. Дальше. В принципе, тут опять глагол «мог», потом это уже видели. И бонус. Видео, которое про светскость рассказывает «Ля ИСИТЭ» на французском. Слова важные вынесены сюда на картинку. И, в общем, вот это вот видео здесь показано, которое длится минуты две. Это дополнительно к тому, что мы изучали на уроке. Сейчас посмотрим, что у нас есть еще. Интересно. Просто разные виды упражнений хочется вам показать. Какие у нас есть? Женский род прилагательных. У нас тоже будет скоро марафон, так что тут будет еще ссылка на марафон. Посмотрим, что здесь. Да, у нас есть вот такие вот задания, как перевод на материале с русского на французский. Вы должны перевести вот эти фразы, сюда их отправить, и тогда у вас открывается доступ к следующему уроку. На следующий урок у вас есть текло «иже». Эти фразы все переведены. Иногда еще эти фразы даже произнесены. Кстати, здесь это видно, что они не произнесены. Грамматика, согласование времен, упражнения дополнительные. Глагол, текст, вокабулях. То, что мы с вами тоже не видели. Это вокабулях построен на текстах и на упражнениях, которые у нас были, и на видео. То есть по такому же принципу. «Сэ» и нужно выбрать, что дальше подходит. И тут, наверное, тоже... Нет, тут только один вариант. Ладно. Скажите, пожалуйста, еще что-то показать в общем французском? То есть вот эти общие курсы французского. В принципе, опять же, когда вы будете заниматься, там все будет понятно с первого урока. Сейчас вот, может быть, если вы не занимались, то трудно сосредоточиться. А так, когда вы уже все это увидите, то будет намного понятнее. Вот у нас фонетик. Тоже вам не показывала. Открою, например, ну, седьмой урок. Он очень популярен, поскольку тут... До этого было задание. Вот к нему ответы идут. Прочти ножку я просила сделать. Дальше идет урок. Видео на восприятие. То есть я задаю определенные вопросы, и человек, вот ученик, должен ответить. Я, например, спрошу вопросы про то, как артикулируют, например, на видео человек. Или же какие-то характеристики звука. Или, например, скажу, попробуйте сделать что-то как в видео. Получилось ли у вас? Дальше, например, звук как сочетание мягкого К и Г. Тоже ответы на предыдущие вопросы. Транскрипции. Базовое видео. Стихотворение, которое я читаю. Дальше видео на восприятие. Точно так же есть. Подальше. Тут есть связки. Вот есть разные совершенно темы. Просто они практически все по одной схеме сделаны до середины. Потом там уже идет больше именно практического материала. Сочетание на отработку. Базовое видео. Стихотворение. Анализ стихотворения. Иногда еще я делаю анализ стихотворения, когда мне кто-то присылает свое аудио, и я разбираю его, и все комментарии на видео отображены. То есть это помогает. Дальше видео на восприятие и скороговорка. Каждый урок есть скороговорка. Это точно. Вот. Это по фонетике. Если какие-то вопросы есть, задавайте. В информацию плюс у нас пока только два урока. Это экология и новости. Но они у нас вот так. То есть новости только пока три здесь. Ой, не новости, а экология занятия. А французские через новости их будет сколько? Пока восемнадцать. Их будет больше. То есть они будут добавляться в принципе каждую неделю. И плюс дополнительные упражнения по новостям, по нашим урокам. Марафоны. Вот субжунктив. То, что я вам не показывала. Первый урок упражнения. То есть вот так. Каждый урок выглядит абсолютно одинаково по схеме. Но упражнения, разумеется, разные. То есть какой-то определенный аспект берется. И именно здесь этот аспект отрабатывается. Валя. То есть все уроки такие небольшие. Но в принципе, если сделать этот марафон еще интенсивно и быстро, то должны все выучить. Дальше. Дальше, дальше, дальше. По марафонам я думаю, что все. Есть ли у вас какие-то вопросы по марафонам, по курсам, по тому, как работают на платформе? Что касается тех студентов, которые нас спрашивали, которые уже приобрели курс. То есть если у вас уже курс приобретен и там получается выгоднее, если пересчитать даты вашей оплаты по цене каждого месяца, то вы можете написать нам, мы вам пересчитаем. Но если, например, вы купили курс фонетики полгода назад за ту цену, которая была сейчас, если бы это было по цене подписки, то у вас уже закончилась бы подписка. А так у вас курс, вот этот на 12 месяцев был приобретен, вы можете 12 месяцев по нему заниматься. Но, разумеется, не будет у вас доступа ко всем остальным занятиям, то есть к другим материалам, только курсы фонетики. Если вдруг захотите, чтобы этот доступ у вас был, придется оформлять заново подписку. Подписка у нас оформляется на месяц или на год. То есть как вам будет удобнее. Еще, кстати, завтра у нас откроются продажи, но мы сегодня вечером сделаем еще пост, что там первый месяц у нас будет скидка на все курсы, чтобы вы могли попробовать. Прямые эфиры, как я и говорила, что за несколько минут, за 5 минут до занятия у вас будет приходить именно ссылка на это мероприятие, вы можете проходить и заниматься с нами. В любом случае, если вдруг не посмотрели, в зависимости от того, какой это будет прямой эфир, это будет появляться или в разделе новости, другой дополнительной новости, или в курсе для подростков, например, урок, или у нас будет точно так же появится курс грамматики. И лексикум плюс тоже у нас появится в аудио, в видео, пардон. У всех учеников хорошая новость, и у всех учеников, которые учатся у нас индивидуально или в группах, им не нужно ничего приобретать, вам уже эта подписка будет включена в абонемент. То есть вот пока у вас действует абонемент до определенной даты, то значит у вас и подписка это будет. Вы можете пользоваться, пока есть вот эта возможность, и ваши преподаватели иногда даже вам будут давать задания по платформе. То есть если вы проходите в Жонк Тих, почему бы вам не пройти марафон по Сюбжон Киво? Если вдруг вы оплатили занятия, смотрю вопросы, которые задают, если вдруг оплатили занятия, месяц, например, потом в следующий месяц не оплатили, можно так не оплачивать три месяца, но на четвертый месяц, то есть после трех месяцев неактивной учетной записи, ваша учетная запись удалится. Вы можете опять потом зарегистрироваться, но все, что вы прошли, придется заново проходить. Если, например, вы прошли только 50 уроков фонетики или 10 уроков А1, то есть вам заново их нужно будет проходить. Но мне кажется, в принципе, не очень много времени займет. Доступ к этой платформе только с двух устройств, то есть там определенная схема того, как это все отслеживается. То есть выбирайте, не пытайтесь зайти с айпада, с телефона, еще с двух компьютеров, то есть у вас заблокируется доступ. Выбирайте только два устройства, с которыми вы хотите работать постоянно. Задавайте вопросы, помогайте. Да, то есть 750 рублей в месяц доступ будет открыт ко всему, абсолютно, ко всем марафонам, но марафоны, правда, будут только два раза в месяц открываться, первого и пятнадцатого числа. Но два марафона вы точно можете пройти. Или, может, вы очень быстро и вы в всех марафонах сразу поучаствуете, которые у нас будут. У нас на данный момент их только два. И экзамены можете, подготовку пройти, и курс чтения у нас есть, и фонетику можете начать. За месяц вы 100 уроков не пройдете, но можете начать и продолжить, в принципе. То есть вообще подписка будет очень-очень выгодна тем, кто быстро работает. Она будет выгодна тоже тем, кто медленно работает, даже, по сути, сколько будет прямых эфиров. Их в этом июле только шесть. В августе их будет больше. Причем у нас есть мероприятия, запланированные и для детей, и для подростков. То есть... Ну, это интересно, мне кажется. Да. Что еще? Сейчас смотрю. Задавайте пока... Да, вот эти хорошие вопросы вы задали. Тесты. Тесты будут разные абсолютно. То есть там и диктанты, и грамматические, где нужно списывать. Желательно все это сделать с французской клавиатурой. Дальше что? Давайте посмотрим по тому, что у нас как раз-таки по подпискам. Потому что у нас есть даже несколько вариантов подписки. Я вам это покажу. Сейчас у нас должна быть вот эта вот страничка. Вот это моя страничка. Вам дадут ссылку на нее. Кстати, тут можно перейти на канал. У нас есть канал YouTube. Там более 10 тысяч подписчиков. И различные плейлисты. И многие видео, вы можете... Где-то процентов 40 видео, которые у нас сейчас есть, они есть и на платформе тоже, и на канале тоже. Но они там в плейлистах, и там нет упражнений. Потому что они когда-то нас спрашивают, а у вас же в открытом доступе и так далее. То есть какой смысл покупать? Во-первых, вам нужно самим сорганизоваться. Как вам учебный процесс организовать? Тогда как на платформе там все выстроено в логические уроки. То есть там чуть-чуть лексики, чуть-чуть грамматики. Там все это проработано с упражнениями и так далее, с советами. Там есть такие общие видео, в котором вам говорят, что делать и в каком порядке. И, во-вторых, тут не все. То есть на 60% больше на платформе. И мы будем теперь большинство делать как раз-таки на платформе, чтобы там все хранилось. И не будет этих видео на канале. Есть два варианта оплаты. Это оплата за месяц и за год. За месяц и за год. Месяц стоит 750 рублей, а год стоит 7500 рублей. То есть получается, когда вы покупаете год, 365 дней, и тут 30 дней. Когда вы покупаете 365 дней, то получается у вас два месяца бесплатно в подарок идет. А еще есть такой вариант, как премиум подписка. Что это значит? Это 1500-15000 рублей. Это если вы хотите какую-то обратную связь. Что я хочу сказать? Мы специально, я специально сделала такие курсы, в которых не очень-то и требуется эта обратная связь. Потому что, например, есть какие-то задания, и там есть ответы. Практически всегда есть ответы. То есть вот этот вариант, это для тех людей, кто, например, хочет написать... Вот иногда я говорю в видео, если... Даже не говорю. Напишите, пожалуйста, по примеру, который у нас есть, напишите ваш текст о вас. И если вы хотите этот текст кому-то показать, потому что никто не мешает всем написать этот текст. Только проблема в том, что там, разумеется, могут быть какие-то ошибки. И если вы хотите показать, правильно вы написали его или нет, то вот это уже премиум подписка. Точно так же, когда у нас идут занятия какие-то, где нужно что-то прочитать и произнести, если вы доверяете себе, и, в принципе, действительно хорошо работаете, произносите все сами, работайте, записывайте себе на диктофон, анализируйте, будет прогресс совершенно точно. Но если вы хотите, чтобы, например, вы прислали это ауди, вам сказали, здесь вы, например, плохо читаете. Но, если честно, часто очень присылают такие аудио, что там очевидно, что человек читает практически по слогам, потому что каждый текст, который я даю, я прочитываю по слогам, я прочитываю медленно, прочитываю по строчке, а потом уже быстро. И люди присылают такие аудио, кстати, только две попытки есть на одну домашнюю работу, что там видно, что человек совсем не готовился к этому. То есть тут, если бы он даже сам себя послушал, он бы понял, что, ну, не готово. Но если вдруг хотите, например, уже какие-то нюансы услышать, особенно если у вас хороший слух, но чего-то не хватает, то есть это прям перфекционистовое, то подписывайтесь на премиум-подписку и присылайте свои аудио, свои тексты, какие-то творческие занятия, задания. Потому что на 90% заданий, которые я даю, потом есть ответы, потом есть разбор. Французская клавиатура для Android будет доступна. Для Android я вот не сильно, но Android это разве не на телефонах? Я вот говорю, что сейчас я вот в электронике, вы хотели сказать на Windows, потому что это планируется. Вчера мы сделали для Mac, а для Windows мы сделаем попозже. Ну, наверное, в июле мы опубликуем. Задавайте вопросы, все. По-моему, я все рассказала. Рассказала вам про то, как заниматься, про то, что там есть, как организованы занятия и про эту подписку. Опять же, можете попробовать приобрести на месяц, при условии, что сейчас, после этого поста, мы сделаем анонс со скидкой именно, которая будет действительно в июле. То есть там вообще будет очень выгодно приобрести, познакомиться уже со всем. И, кстати, по факту задать нам вопрос, что непонятно, мы тоже на них ответим. Вы для себя решите, работает или не работает. Отдельно для Samsung мы делать ничего не будем, но вообще на телефонах там же можно что угодно печатать. Ну, вообще, то есть там любые знаки можно, если вы долго, как мне кажется, нажмете на клавишу, там появятся варианты вот этой буквы с различными настройщими знаками. Вот. А на клавиатуре, когда хочешь быстро писать, это может какие-то проблемы все-таки поставить. А так для телефона проблем нет, мне кажется. Если у вас нет вопросов, я, наверное, закончу. Или есть все-таки, расскажите. Можете задать их потом под видео, если вдруг они возникнут. И, да, ждите анонсов. Думаю, что минут через 15 мы их сделаем. Со всеми ссылочками. И завтра в 12.00 можно будет уже приступать делать и все задания, и участвовать в марафонах, потому что завтра стартуют два марафона у нас одновременно. И они будут действовать, еще раз повторяю, только 15 дней. И за 15 дней их нужно успеть. Потом все исчезает, и 15.00 появляется новый уже марафон, который вам нужно будет заново проходить, если вы вдруг еще не успели что-то сделать. Даже если одно занятие вы не успели сделать, придется все заново делать. И вот, рада была вам очень. Если что, пишите, звоните. Au revoir. А до сих пор. Субтитры сделал DimaTorzok